Всем привет! Сегодня пятница, и я снова направляюсь куда? В парфюмерный магазин, потому как последние затесты мне очень-очень понравились. Хочется еще потестировать на Самата. И знаете, что еще меня интересует? Это Орта Париси. Никогда эту марку не тестировала. Помню, у Жанны было два аромата, я их так буквально из колпачка понюхала, и мне что-то даже понравилось. Хотя они, конечно, странненькие. Вообще, у меня в последнее время тянет на что-то такое странненькое, необычное. Снова хочется такого унисекса более в мужскую сторону, чего-то такого более мягкого, уютного. Короче говоря, идем в магазин, посмотрим, что там есть. China White, да, вы мне писали, многие из вас, что аромат снял с производства. Да, у нас на Парфюма Дее так и написано, что уже не производится этот аромат. Я в тот же вечер заказала себе флакон. Он еще не пришел, жду. Кстати, только что была у моей ученицы, она примерно моего возраста, я ей принесла отливант с адоназом. Мы нанесли на руку. Она сказала, что пахнет очень приятно, что никаких туалетов она не слышит. Кстати, на ней он раскрылся так же, как на мне. Вот приятный сладкий кофе, какая-то молочность. Ну и такая мягкая, приятная анималика. Так что ей он понравился. Аромат Блест Барака. О нем в последнее время никто не говорит, а он такой красивущий. Здесь такая вишня красивая. Не такая, как у Форда, конечно. Единственное, видите, у этих флаконов частенько то вот это кольцо вот это остается в крышке, то вот протекает. Это у них полячка такая. Боже, ну аромат. Тут как будто даже кожа есть. И такая дымная вишня, красивущая. Кстати, унисекс, если вы любите вот такие вот глубокие, с легкой сладостью ароматы, обязательно протестируйте. Я вообще и нитью очень люблю. До сих пор помню, вот каким я была впечатлением от этих ароматов. Афродизиак у меня есть. Вот этот есть у моей мамы. Вот Леванти, Addictive Vibration. Красивущие медовые цветы. Жасмин и апельсиновый цвет. Вот этот аромат Mystic Experience про кофе. Тоже такой теплый. В общем, меня снова тянет в унисекс, такой ближе к мужскому, теплому. Вот с чего я начинала. Это вот как раз вот с таких теплых ароматов. Тестируйте их обязательно. Они очень классные. Так, у нас 9 ароматов представлено Орто Париси. Я все, конечно, за раз не смогу попробовать. Уж очень они мощные. Смотрите, везде по 2-3 коробки еще осталось. А у Seminalis только одна коробочка. Его, наверное, покупают лучше. Значит, я на блотере нанесла вот тут 5. Про этот аромат Квоиум я слышала, что это прям какой-то ужас ужасный. Ну, кожа, много дыма, костра. Чем-то он меня вот по направлению напомнил. Интерлюд мужской. И только намного-намного мощнее и больше дыма здесь, чего-то горелого. Ну, вполне себе интересный аромат. Мне очень нравится, как выполнен флакон. Надо, конечно, на коже пробовать. Но у меня не хватит столько рук. Не хватит мест. Потом у меня здесь Брутус. Брутус мне показался. Сейчас скажу. Что-то он мне напоминает. Что-то деколонистое. Вообще тоже в целом очень даже приятный. По крайней мере не отталкивает. Тирони. Мне тоже понравился. Он чуть более темный, чем Брутус. Тоже такой кофейный. Немного сладкий. Очень приятный. Чуть-чуть мне напомнил черного афганца. Но здесь нету травы вот той. Да, что-то очень приятное. Цвет жидкости, конечно. Баконера однозначно понравилась. Он такой темный. Немного гурманский. Аромат про шоколад с кофе. Я люблю вот такие темные ароматы по звучанию. Я его даже нанесла на руку. Потому что нос мой уже отказывается что-то слышать. А с кожей всегда легче. А вот никакой анималики вообще не слышу на себе. Очень он приятный. Понравился. Мегамары. Это вообще один из самых продаваемых ароматов. У Марки. Раньше я в нем слышала амбра-деревяшки. Сегодня тоже слышу. Но они мне не мешают сегодня. Вот интересно. Стало теплее. Я их уже стала слышать. Или как? Да. Это какая-то неоакватика. Солоноватая. Абсолютно необычная. Какая-то дельвесина. Море. Опять же ничего противного в нем не слышу. Но этот понравился меньше. Мне все-таки вот Баконера и Тирони больше понравились. А вот этот вот товарищ меня интересовал больше всего. Вот он, кстати, есть у Жаны. Хотя она его еще пока не носит. Не успела, говорит. И Баконера у Жаны есть. Вот этот аромат на мне сейчас действительно раскрылся кремом, маслом, молоком и печеньями. Опять же ничего непотребного не слышу. Ну, видно на моей коже вот эта вся анималика хорошо раскрывается. Очень нравятся эти флаконы. Слушайте, вот этот тоже кандидат. Кандидат номер один. Хотя вот они с Баконеры, наверное, на первом месте у меня. Пишите, пожалуйста, как вы слышите эти ароматы, как они на вас раскрываются. Про них, кстати, очень интересно почитать на фрагрантике отзывы. Ну, там такого можно начитаться. Ладно, в общем, я не удержалась. Попробовала и вот эти два вириды и стеркус. Вот это я побаивалась пробовать. Потому что про него как раз говорили, что он пахнет какахами. И что он посвящен как раз прадедушке Гуальтери, который носил в больших ведрах лепешки коровьи и удобрял ими землю. Кстати, мы когда-то давно тоже так делали на даче. Так вот, я его нанесла на кожу, потому что уже ничего не слышу. Слушайте, ну это приятный амбровый аромат. И на мне он даже алкогольный. Никаких какашек нет. Слушайте, одно удовольствие. Я думала, что я тут буду шарахаться от каждого флакона. Оказывается, нет. Оказывается, как раз наоборот. Они мне нравятся. Хорошо раскрываются на мне. Амбра. Он не очень темный. Тоже красивый. Я бы его носила. Вот. Этот я пока зелененький не поняла. На старте он мне чем-то таким тархунистым пахнет. Почули сырые, землистые, чувствую. Какую-то траву еще. Да они все, короче, интересные. Ну, мне вот этот, конечно, ближе. Удивительно, как там можно услышать какашки. Но мне красивущая амбра с ромом. Про семинар из, кстати, многие говорят, что он такой сладкий, что прямо приторный, что аж горький. Да, там есть, знаете, такой момент. Я сразу скажу, для меня он не переслащенный. Блин, тут есть такой немного подгоревший момент. Как будто, знаете, молоко нагрелось и чуть-чуть пригорело к кастрюльке. Ой, печенек прям много. Слушайте, такой он приятный. Хочу его себе в коллекцию. Вообще, знаете, я бы сказала, что из ароматов Орта Парисия и Носомата самый странный, самый противоречивый, это как раз Фантомас. Который у меня есть. Смотрите, с кем мы встретились. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы снова в магазине. И мы снова в магазине. Парис, Парис. Пятьдесятка появилась. Ну, если тебе надо. Вот, я уже шла домой, вот тут с своим веером. Встретила Жанну. Думаю, нет, прогуляюсь еще. А это придется нам топать долго. Привет. Я случайно встречала Олю в городе. В центре выбралась. Вальстерхаус, Патесик. Оля, Сервер Маск. Да. Слушай, мне даже уже отсюда нравится. Да, да, он такой нежнейший. Кстати, почему-то не знал, какого года выпуска аромат. Я не помню, ты знаешь. Слушай, а ты еще вчера в видео говорила про чайный вад. Да, 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 бери. Вот, мне так интересно, как он на тебе будет. Оля, мне же нужно место. Я же зашелила. Место нужно. Слушай. Слушай, а я тут, наверное, час стояла. Вот это все пробовала. Капец. Ой, Оля, он какой-то старушечий для меня. Да, он на тебе странный. Ой, фу-фу-фу. А вот Сервер Маск мне понравился. А ну? Слушайте, я без макияжу. О, вот это хорошо. Смотрите строго. Я просто смотрю на красотку. Да, ну красотка. В зеленом таком платьишке. Супер. Ну, в любом случае, я рада. Слушай, ну вот это классно. Вот это классно. Вот это классно. Вот это классно. Красота. И колокольчика, да? Да, да. Немножко на влюбл. От Джо Маломбоков. Да, и нет никакой порошковости. Вот ничего такого. Он какой-то гладенький, да? Побежали бы тебе к Шанель. Я хочу 22-ю послушать. Побежали. А ну да, чайного. О, нет. Ой, нет, это на тебе как будто какой-то прогорклый. Бомжи. Вот это вот Серж Люден, которого ты не любишь. Да, нет, ну не так плохо. А смотри, она мне, она мне красива. Дай-ка. Сейчас, момент. Не хватает рук вот тут. Ну, он тебе по-другому на мне просто звенит. Это немытая. Да, мы поняли. Пошли, девчонки. Пошли. Оля, можно я потом поближе посмотрю, как ты закалываешь голос? Да просто вот красиво. Да, он уже просто сбок раз назад. Ты мне расскажи, ты сегодня в ком аромате? Что на тебе? Я сегодня такой замес сделала. Я была дома и хотела как-то настроить себя на кухню, на котлетки. Ой. Ну, короче говоря, это Санта-Мария-Навелла Папури. Ага. Ой, такой он странненький. Я его так люблю. Ты знаешь, он меня так тонизирует. Ну, я помню, да. Моментально. Это такой пинок под зад. Ой, извините. Красивое напоминание, что тебе надо что-то делать. И еще все это, когда с котлетками смешивается, получается что-то необыкновенное. Пожарила котлетки. Ой, с рыбкой. А утром, значит, с утра у меня была на волосы дымка Шанель 5. Ага. Ты знаешь, хорошо. Я ее давно не носила и подумала, ну, блин, а такой-то ретро. Ну, нет. Нанесла, обновила и все-таки еще раз убедилась, что это не ретро. Это очень приятно, это очень женственно. Немножко так серьезно. Да, с утра. Окей. Потом у меня еще что-то было. А, Дрис Ван Ноттен я нанесла. Вуду чили. Я про него тусала в группе. Вуду чили это аромат... Про воду и чили? Нет. Про марихуану, мяту и горькую полынь. Вот так вот. То есть он тоже травный, горький. Вот как я люблю направление абсент, типа носомат, они очень хорошо перекликаются. Но он еще горче, еще такой более аптечный. Вот он меня тоже, знаешь, тонизирует. Вот это не капли сладости. И он настраивает на какую-то работу, на какой-то стержень. Если тебе нужно задать тон на день. Понятно. И ввести себя в тонус. Знаешь, если ты с утра стала такая, не очень хорошо спала или мало ли что. Вот он меня приводит в такой вот тонус. И я получаю от этого просто такой вот заряд энергии и кайф. Какой драйв. Начинаю работать. Наконец-то я настроилась на рыбу, пошла, начистила барабульку. Жанна, ну ты мне скажи, ты вот на мне семенализ чувствуешь что-то противное? Нет, 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 это хорошо звучит. Я знаю семенализ, подмышки, какашки, ничего нет, правда? Нет, какашек нет, есть мускус. О, я тебе сейчас садоназа дам. У меня с собой, я же ученицы таскала этот отливант. Все, сейчас, я знаю, ничего нового не будет. Сейчас мы его... Нет, он другой, он не похож на садоназа другие. Ну, нанесли мы садоназа, ну как же. Слушай, ну я в первую очередь почувствовала шоколад. Ты говоришь кофе, да, кофе. А молочность есть? Обязательно. Ликюрность какая-то, ну вот каких-то, чуть-чуть, извините, выделений тоже есть. Что-то есть. Ну, приятно, не так, что прям фу кака, бяка. Не, не гадостно. Многие говорят, что там, извините, туалетом воняет. Нет, что такое солнце-то, давай так. А ну да, я на тебе поняла. Ну, надо поносить, мне нравится. И риска какая-то с солью и с телесностью. Вот я бы так описала. Карамель такая, вареная риска, тофи. Я боюсь просто, что закроется сейчас магазин шоколад. А мы идемте, все. Погнали. Ну, короче, нормальный садоназа. Да, приятно. На нас приятно. Боже, это правда, что не какими-то там писяхами, какахами, как многие говорят, туалетом не сметан. Вот я ученица была, она мне тоже, говорит, нормально. Я ей на руку нанесла. Думаю, сейчас она бедная играть не сможет. А вот видишь, на полкла. Мне, говорит, хорошо. Говорит, ничего такого нет. Вот так вот. Хотя она не парфюм, маньяк, но у нее много ароматов 20 есть. Ну, мы успели в бутик Шанель. Говорит. 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 Да. Говорит. Говорит. Я хочу. Да. Телец туда. Линкс. а я также азюхи из файл ну-ка классический аромат да блин такие альдегиды как в пятерке ну подожди не говори так ну да симпатично классика ты сначала сделала такое лицо что это не очень симпатично выглядело не очень убедительно слушай ну альдегида альдегида такие пятерочные очень узнаваемые шанелевские просто говорят и пишут в описании я его никогда не носила в описании как-то открыться очень-очень красиво да ну повертайся к миру и 480 480 окей он я либо диньеля альсу и сухи на 50 мм вот эти симпатичные симпатичные как его как маленький девочки наша наша продавщица прекрасная дала мне продавник целого такой большой отверг вам вот этот 22 да что жены такие по моему дручки они там наверху бежевые да вот этих форма хорошая да да вот так с волосами кстати не бросается не бросается да а когда вот там да тут золотая блямба согласна ну ну